Меня попросили как заправку. Какое еще другое слово есть? Удипана. Удипана, период. Стимул, вдохновение. И дальше передать слово сидящим справа от меня. Потом у нас будет в формате вопросов ответов больше такой вот. Спасибо. Я выбрал стих из второй песни Шанадбхага. Вот мощный известный стих. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Даже миг потрачен в пустую, невозможно вернуть ни за какие деньги. Человеческая жизнь дается живому существу, живе, только для того, чтобы одно, прошу прощения, чтобы оно могло осознать свою духовную природу и отыскать вечный источник счастья. Живое существо, в особенности человек, всегда ищет счастье, поскольку счастье — это естественное состояние живого существа. Но оно напрасно ищет его в материальном мире. По своей природе живое существо является духовной искрой, частью полного целого, и потому может обрести абсолютное счастье, только занимаясь духовной деятельностью. Господь — полное духовное целое, и Его имя, форма, качество, игры, окружение и характер не отличны от Него самого. Как только человек надлежащим образом, посредством преданного служения, вступает в контакт с любой из вышеназванных энергий Господа, какие энергии Господа? Его имя, форма, качество и Его окружение, характер. Бхагавадгития 2.40. Господь говорит об этом следующее. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет. И ни одно Его усилие не пропадает дал. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. Как сильнодействующее лекарство, введенное внутривенно, воздействует сразу на все тело, так и трансинентное повествование о Господе, вошедшее в ухо чистого преданного Господа, обладает огромной силой воздействия. Просто сегодня утром Махараджи говорил, что духовная реальность, духовный мир несет в себе или гибрирует этой рагой, привязанностью к Господу. И вот эта гибрация духовного мира проявляется в сердце чистого преданного. И когда он говорит, или когда он поет, рассказывает о деянии Господа, то это вырывается в форме шафрановой пыльцы. В этом стихе говорилось. И это звуки, которые исходят из сердца такого чистого преданного, пробуждает душу. Помните, да, эту лекцию? И с этим у меня есть дальше вопрос, который я не успел задать. Слушание трансценентных посланий предполагает и глубокое осознание. Так же, как плодоношение одной части дерева предполагает, что и все остальные части тоже плодоносят. Даже один миф, проведенный в обществе чистого преданного, подобного Шукадевика с вами, может дать человеку глубокое понимание в трансценентной науке и подготовить его к совершенной жизни вечности. Таким образом, Солнце не в силах сократить жизнь чистого преданного, поскольку он всегда занят преданным служением Господу, очищая тем самым свое существование. Смерть является симптомом материальной болезни вечного живого существа. Тоже интересное утверждение, да? Смерть — это симптом материальной болезни. Только из-за этой болезни живое существо попадает под власть законы рождения, смерти, старости и болезни. И дальше вот слушаем. Шилович Моначчак Вартакур цитирует «Смерти шастры», который рекомендует заниматься материальной благочестивой деятельностью, в частности, раздавать милостыню. Материальной благочестивой деятельностью. Деньги, пожертвованные достойному человеку, гарантируют нам безбедное существование в следующей жизни. Пожертвование надлежит давать браманам. Если пожертвовать деньги не браманам, то есть человеку, не обладающему качественным браманам, то в следующей жизни они возвратятся в том же количестве. Если дать их полуобразованному браману, они возвратятся в двойном размере. Решение многих экономических проблем. На перспективу, да? Если дать деньги ученому и обладающему всеми достоинствами браманам, они возвратятся в стократном и ищекратном размере. А если пожертвовать их веда-параги, тому, кто познал путь вед, они возвратятся, бесконечно умножившись. Как утверждает Бхагаваддита, «Вершиной ведического знания является постижение Личности Бога, Господа Кришны. Деньги, отданные кому-то, обязательно вернутся к нам в той или иной пропорции. Аналогично этому, одно мгновение в обществе чистого преданного, посвященное слушанию и повторению трансцендентных посланий Господа, гарантирует вечную жизнь и возвращение домой, обратно к Богу». Маддхама гатта пунар джанна навидьятея «Преданному Господу уготована вечная жизнь». Старость и болезни, настигающие преданного в этой жизни, только побуждают его еще сильнее стремиться к уготованной ему вечной жизни. Я хотел просто пару слов сказать, потом передам слово Хараджу. Здесь говорится о благотворительности, о людской благотворительности. Шолович Моначий говорит, такой приводит стих из «Смирите шастера», «Дарма шастер». Как вот здесь только что мы прочитали. Да, деньги – это энергия, это наша энергия, которую мы, вложив определенную силу, заработали в соответствии с нашей природой, склонностями. И вот мы даем кому-то в форме благотворительности, конечно, то возвращаются. И вот здесь было сказано, есть разные люди возвращаются в одном сущийся непростому, человеку дадим в таком же размере, или намазанным маслом, допустим, хлеб дали кому-то. Полуобразованному браману гораздо больше, а если браману, обладающими качествами, то многократно, тысячекратно. И дальше этот пример приводится, чтобы показать. У нас тоже есть, кроме денег, еще другие есть ценности, которые превосходят. Просто какие-то материальные ценности. Также об этом Бага Вагите говорится. И что же мы можем пожертвовать, которым может даровать вечность, связь с этой благотворительностью? Если это наше время, я так понимаю, наш ум, наше сердце, когда мы приносим и слушаем, слушаем чисто в порядках, о которых сегодня Махараш говорил, то тогда, в соответствии с этим стихом, солнце, хотя сокращая жизнь каждого из нас, не может убить. Потому что солнце, сокращая жизнь каждого в этом материальном мире, каждым восходом, закатом, убивает каждого. Также Кришна об этом говорит Бага Вагите. Но на преднах не действует. Как это понять? И вот сейчас, я думаю, мы попросим это объяснить более подробно наших старших Кришнах здесь. Мне сразу начать с вопроса или сперва? Мадам Мохам, что? Мадам Мохам, я вас скажу, скажу, стиху. А потом я вопрос задам. Что скажешь? Шрила Прабхупада говорит в своем комментарии к первой песне Багаватам, что между Личностью Багаватой и книгой Багаватой есть мистическая связь. Невозможно понять причинно-следственной цепи в этом тандеме между Личностью Багаватой и книгой Багаватой. И того, и другого называют Багаватой, что означает то, что связано с Багаваном. И он говорит, невозможно понять, каким образом служение Личности Багаватой вдруг появляется или приводит к интересу к чтению книги. Какая связь? Что-то кому-то сделали хорошего, может быть, даже не задумываясь, как вдруг внезапно в сердце пробуждается до этого незамещавшееся там желание читать книгу, которую тоже до этого воспринимали как мифы древней Индии. Ещё Макунда Махара вспоминает, что когда он встретился с Ашилой Павпадой, придя к нему из любопытства, вернее, даже не из-за своего любопытства, а по совету одного своего случайного знакомого, который сказал ему, тут в Бауэре это место являлось клаакой Нью-Йорка, реально клаакой. То есть там были самые опустившиеся, как их называют, деклассированные элементы, люди, потерявшие какое-либо положение в обществе вообще. Шива Ниранжина Махараш рассказывал, когда он в то время, во времена этого расцвета Бауэри и культуры хиппи, движения хиппи, в конце 60-х со своим другом решил поехать посмотреть, потому что много было слухов про культуру свободы, любви, свободы, равенства и братства. И вот они с другом сели на автобус и поехали на Бауэре. И когда они приехали, автобус подошел, конечная остановка, на Бауэре они оба посмотрели в окно и решили не выходить из автобуса. Остались там и поехали обратно тем же рейсом. Не решились. Потому что то, что они увидели, даже их, в принципе, людей достаточно привыкших к тому, что там происходило в Америке в то время, поразило, испугало. И вот Шива Пропады поселился там. И поэтому, когда Мукунди, тогда еще Майклу Гранту сказали, тут на Бауэре живет с вами, он очень удивился. Настолько не соответствовало одно другому. Это место злачное и совсем не для благородных, для отреченных людей и с вами из Индии. Но тем не менее, любопытство взяло вверх, и он, следуя адресу, который ему нацарапал друг в автобусе написал адрес этого места, он приехал туда. И там, придя на лекцию, на этот чердак, где Шива Пропада в то время жил, поднимаясь по лестницам, темным, лишенным света, держась рукой за стену, чтобы не поскользнуться, не упасть. Он последовал на чердак, вошел, и с этого момента, как он вспоминает, началась его другая жизнь. Да, Иван Махараш сегодня на лекции и рассказывал с философской точки зрения, также привел замечательную историю, которую я раньше от него никогда не слышал. Может быть, я даже знаю того предного, о котором он говорил, о котором был с дредами, потом послушавши его Пропада и стал предным. Но вот то, что он рассказывал, Да, Иван Махараш очень ярко запечатлелось в сознании Майкла Гранта. Он зашел на чердак и в жизни его полностью преобразилось. Сразу он увидел сияющую фигуру кого-то, кто... Он даже не знал, как к ним относиться, как его называть, но с вами, понятно. В шафрановых одеждах, сидя с закрытыми глазами, играя на руч... на этих самбалах, на этих караталах, пел Вуконда очарованный Майкл пристроился слушать где-то в задних рядах. И потом он стал говорить, часто закрыл глаза, также закрыл глаза, он говорил, что за закрытыми глазами тоже было очень необычно. Обычно люди с закрытыми глазами молчат. А тут он говорил с закрытыми глазами очень убедительно и повторял одну и ту же фразу на разные лады, но с очень большой убежденностью, что я не являюсь телом, я не являюсь телом. Так что в конце, к концу лекции Макунда вспоминает, Макунда Махараш, что он полностью убежден, что с вами же не тело. Про себя, как бы к себе это не относил, но то, что он был не телом, я в это поверил. И их отношения, их общения завязались тогда. И с вами же сказал ему, что у него есть книги, три тома, Шимар-бхагаватом, которого он привез с собой из Индии. И благодаря вот этому общению со свамиджи, общению с Киртаном, святым именем из его уст, кусочку просады, которую он получил, с вами же разрезал яблоко и раздавал всем. И, видимо, от числа участников лекции зависел размер кусочков, потому что одно яблоко было на всех. А, он купил эти книги за 25 долларов или сколько они стоили, тогда я не помню. И он стал читать. Открыв, он понял, что эта книга, она полностью противоречивает всему тому культурному уровню печатной продукции в Америке, которую привык. И обложка была совершенно такая неказистая. И буквы были в крифе, в кось, и было много опечаток очевидных грамматических неточностей. также некоторые буквы были перевернуты вверх ногами, потому что наборщик не понимал, видимо, как их ставить правильно, а не привыкший. На английском. На английском, таки, да. Но то, что произошло дальше, Мукунду Махаража, Майкла, поразило его самого. Начал читать, приступив к чтению, он стал, совершил самую глупую, самую дурацкую и непростительную ошибку, которую только можно совершить в Нью-Йорке. Он говорил, что в Нью-Йорке можно было ходить на улицу в чем угодно, или вообще без всего, никто бы не обратил никакого внимания. Вести себя как угодно, что угодно, петь под нос, или бормотать, но идти по улице в Нью-Йорке читать книгу, это было абсолютно сумасбрудным и самоубийственным поступком. И вот он шел и читал, потому что не мог оторваться. Вспоминает об этом, как о проявлении энергии чистого, премного, который, приходя сюда, с собой вместе приносит весь духовный мир и также дает нам зрение, благодаря которому мы можем начать видеть духовный мир так, как видится чистый преданный его глазами. Сегодня, после лекции Дайвана Махараджа, один преданный ко мне подсел и мы с ним обсуждали интересную тему. В лекции говорилось, в самом стихе и в комментарии, что голос чистого преданного могущества не настолько, что он пробуждает человека от сна материального существования. Он также опыляет его сердце. Мы знаем, что лиана преданности проставит в сердце и пыльца, которая ее побуждает расти, содержится в звуках слов. Даже не слов, а голоса чистого, преданного. Даже не о слове, не о словах идет речь, не об информации, что очень важно. Шива Мадвачаре, комментируя Веданта Сутру, насколько я помню, комментарий Веданта Сутру, он говорит, что вообще все слова и все звуки этого мира, даже нечленораздельные звуки, такие как шум ветра или звук прибоя, пение птиц, шелест, листвы и все остальные звуки этого мира, они все изначально из духовного мира, они взяты на прокат нами или творцами материального мира из духовного, потому что у нас ничего своего нет, ни компонентов для творения этого мира, не слов или звуков для обозначения того, что эти компоненты из себя представляют. Поэтому Господа называют Сарва-Нама, что означает тот, кому все имена и все звуки принадлежат. Но когда чистый предный говорит, причем, что бы он ни говорил, он как бы забирает материальный мир и снова эти звуки и восстанавливает их изначальную принадлежность к духовному миру. поэтому речь чисто упрямленного и звуки которые он произносит такие могущества. Он или она я должен оговориться, потому что Шива Прабхупада говорил так же такими же словами про некоторых своих учениц. Емуна Деви, например, пела баджаны на Бенгале, не зная Бенгале, иногда путала слова. Знаменитый баджан, который у нас пела баджа-манаху-ре, первая строчка вообще не имеет никакого смысла на Бенгале. баджа-манаху-ре, потому что это баджа-ху-ре-мана. А баджа-манаху-ре означает поклоняй о ум ся. Примерно так. Она в одно слово вклинила в другое. И Прабхупада сказали. Она поет вообще. И Прабхупада сам не сказал. Перепутала слова здесь. Она не собиралась петь, она просто села отдохнуть после служения, перед гармонией. Стала петь, вспомнила баджан, вспомнила не точно баджан, спела. Оказалось, что микрофон... И когда она закончила петь, вдруг раздался хлопок ладоней. Так вот. Из рубки звукооператора появился Джордж Харрисон, который там прятался все это время. И сказал, все, у нас есть запись. Оказалось, микрофон был включен, она записалась. Это теперь то, что мы с вами имеем, как этот альбом, записанный ему некоторые песни, по крайней мере. И Прабхупада сказала, и вообще ты все перепутала. Эти слова не имеют никакого значения на Бенгале. Просто дарабарщина. А кто-то ему сказал из бенгальцев, и он его осёк и сказал, это вайшнави, которая она чистая вайшнави, и каждый, кто будет слышать звуки ее голоса, обретет любовь к Кышне. Уйма ответ. Поэтому, когда чистый преданный поет, или преданная, то они своим сознанием забирают, восстанавливают принадлежность звуков духовного миру и проявляют это для нас. Аиндрю Прабху иногда то, что называется у нас сейчас плагиатом занимался, то есть он похищал энергии, а, энергии, мелодии, ну энергии, да, и мелодии из разных источников. тот их узнал потом, подождите, даже из такого такого-то фильма, не знаю, в Аиндре Прабху точно у него не было времени и возможности смотреть и желания смотреть фильмы, но в Киртанах его звучали мелодии оттуда, из Болливуда некоторые. И он говорил, это они украли энергии, они украли мелодии у Кришны, из духовного мира, они все принадлежат ему, а мы просто возвращаем обратно в законную собственность. И поэтому, когда чистый премный поют или говорят или просто даже что-то нечленораздельно произносят, как мы вспоминали недавно в Казани, пропадок говорит «мммм». Иногда в лекциях или одному премному сказал «мммм». Это все, что он услышал от своего духовного учительства. Единственное, это был девам, это мы хорошо вспоминаем. «мммм». Все, ничего больше. И это, ну, является источником его вдохновения, силы, и вера в духовный мир. Поэтому, когда чистые предные надиктовывают комментарии на Шима Бхагаватам, которые иногда говорят «ну вот, шабда Брама как-то отфильтровывается, да, всякими материальными барьерами и не попадает. Если она записана на кассету или на файл, оцифрована, потом еще, не дай Бог, через интернет пропущена и потом где-то там снова скомбинирована и потом звучит через динамики «шабда Брама, это где? Там осталось, где, видимо, она вот звучала из уст. Так можно подумать, нет, на самом деле не так. Она могущественная, такая же всепоникающая, как Верховный Господь, и как Его энергия, и как Его дхамма, и как Его имя, и как Его слава, и так же, как Его преданные. Поэтому звуки голоса чистого преданного, такого, как Шива Прабхупада, оказываются запечатленными на стороне его книг. Читая их, мы можем получить то же самое благо, как если бы мы общались непосредственно. А общаясь им непосредственно, сегодня, Дайван Махараж говорил также об этом на лекции, мы получаем то же самое благо, как если бы мы находились с источником этого звука, находящимся в Духовном мире, с Кришной. Он своими словами создает образ Кришной в нашем сознании. И если мы внимательно слушаем, даже не важно, что Он говорит, хотя важно слушать, что Он говорит и применять его наставление к своей жизни. А то же получится Гуру Махараж, о, вы так здорово говорите. Малбес, я тебе говорю, что тебе делать? О, нет, продолжайте, Гуру Махараж, ваши слова, как нектар для моих ушей. Что бы вы ни сказали, нам сказал Мадам Мухамм на фестивале, не важно, что вы говорите, продолжайте говорить. Гуру Махараж тогда перестанет говорить, возьмет что-нибудь поубедительней. Сегодня Чита Ничан, вчера он говорил нам за завтраком, как в Индии не разменивались на эти политкорректности, духовные числя индийские, они трансцендентны, но в индийской культуре и в индийских телах с индийскими учениками общаются очень эффективно, доходчиво, не нужно размениваться на слова, можно азбукой морзы, нас пучать ученику сразу по голове и он поймет. Здесь приходится считаться, обидеться, могут уйти, поэтому нет, только словами, причем ласковыми словами желательно. Но, если мы служим чистым преданным, то критерием того, что мы правильно служим, будет проявляться у нас желание слушать их, и желание слушать и читать, что мы Бхагаватам и потом рассказывать Бхагаватам другим, тогда не то, что солнце перестает на нас влиять, на других влияет, а на нас нет. Не то, что мы перестанем загорать или сгорать по лучшему солнцу, не нужно так вот понимать слишком буквально. Но солнце потеряет власть над живой душой, которая стоит на пороге освобождения. Поэтому, когда тот преданец спросил, как же понимать, когда же наступает этот момент освобождения, когда шафранная пыльца проникает в сердце, или другой стих, который он привел из читания Черепа Амриты, Лава Матра Садду Санга Сарва Сиди, в чем Сиди-то? Сиди, в чем совершенство, которое приходит за одну одиннадцатую секунду? Шиллопад объясняет здесь комментарии. Он говорит, что как только лекарство проникает в кровяное русло, внутривенно, самый эффективный способ доведения лекарства. Есть разные виды лекарств. Есть разные лекарства, которые лечат мигрень. Я знаком с преданными, у которых очень сильная мигрень, приступы. Они, если одно эффективное лекарство, они будут делать его рекламу, тем более, что я не врач. Но оно может быть в разных формах таблетки, и когда их глотаешь, они действуют через полчаса примерно. Это спрей под язык, действует через минуты полторы, две, но если это инъекция, действует через секунду. Точно так же общаемся с наставниками десять лет, с Шик Шигуру, может быть, там, месяц или два, в Дик Шигуру сразу, может, или чистый предан, такой, Кшива Пропада, сразу донести необходимый уровень сознания, довести на необходимый уровень сознания за секунду. И тогда Солнце теряет власть, потому что эта душа уже перестает принадлежать духовному, материальному миру. Она уже принадлежит миру духовному, и теперь Солнце, как преданной Кришны, должно этому преданному служить, его преданному служению. Вместо того, чтобы забирать с каждым восходом и заходом положительность материальной жизни у обычных людей, Солнце теперь с каждым восходом и заходом будет давать новый день духовной жизни этому преданному, и этот каждый день будет приближать его к смерти. Ну, наверное, там еще есть что сказать, но, извините, я уж так слишком долго говорю, простите, пожалуйста, Махарадж, Карабаджан Приму, и вы, дорогие ваишнавы, ваишнави, я даю Махараджу микрофон, микрофон, хорошо, так. Стиху сказать, Да, можно. И еще раз прочитаем текст, чтобы напомнить. С каждым восходом и закатом Солнца сокращает жизнь любого из нас за исключением тех, кто все время свое время посвящает обсуждению повествования о всеблагое личности Бога. Так, здесь говорится, что время не подвластно на преданное, которое свое время, свое внимание, свой интерес погружает погружает в сознание Кришны. Комментарии Шоу Прохопада пишет, что человеческая форма жизни предназначена для поиска источника счастья. источника счастья. На самом деле материальное время, смерть, старость, болезнь, это все атрибуты материального мира. Они не имеют никакого отношения к духовной реальности. Смерть, время, все это напрямую связано с этим временным миром. мы говорим вещественные, ветхий мир. И, соответственно, если мы ставим перед собой материальные цели, мы постоянно находимся в поиске материального счастья. Потому что душа наша или сознание не может не искать счастья. В центре нашего сознания всегда находится поиск счастья. Мы все время ищем с самого детства. Мы можем даже вспомнить, как мы искали свое счастье. иногда нам казалось, что мы нашли счастье. Можно вспомнить надежду нашу, ожидание, уверенность, что я нашел то, что нужно. Но в какой-то момент к нам приходит понимание, что счастье детское, временное. И оно не такое и безобидное. Как правило, оно с колючками в материальном мире. Но, смотрите, мы не перестаем искать. наше сознание все время функционирует в режиме поиска. Надежда. Всегда есть надежда. Но до тех пор, пока даже получив человеческую форму жизни, мы тратим свое время на поиск иллюзорного части, то есть наше сознание погружено в брезы, всю жизнь тратим на поиск миража, то, соответственно, мы будем подвластны. Наше сознание, наше тело, все подвластно времени, смерти. Но здесь говорится в этом тексте, но стоит нам связать свой успех с верховной личности Бога, начать искать служение верховной личности Бога. Если мы тратим свое время на слушание повествования всей благой личности Бога, тут же время теряет над нами власть. Почему? Потому что деятельность, связанная с бескорыстным, безусловным преданным служением, оно трансцендентно полностью. Преданные служения, в котором отсутствует корысть, или в нашем случае мы пытаемся уменьшить свою условию в служении Кришны, отказываемся от каких-то условий, от корысти, в пользу интересов Кришны, духовного учителя, гуру Парампары. Такая деятельность, она как бы относится к духовному миру, это отрывок духовной реальности. В духовном мире все живые существа заняты деятельностью. Там живые существа тоже постоянно в поиске находятся. Каждое мгновение они думают, каким образом увидеть Кришну, и как его удовлетворить более глубоко, более ярко. Постоянный поиск, сам по себе, сама по себе энергия поиска уже энергия счастья, да? Когда у нас появляется интерес, когда мы ищем что-то такое, мы уже, ну как бы, наше сознание на подъеме пребывает, вдохновение, надежда. Ту же самую энергию мы направляем на преданное служение, думаем о том, как безусловно, бескорыстно удовлетворить Вайшналу, Гуру Парампуру, Духовного Учителя, Кришну. И все. Наша деятельность, наше сознание выходит за рамки законов материального мира. Время по-другому работает, ну уже все, мы переходим вне времени и пространства. если мы воспеваем, пытаемся чисто воспевать, мы можем ощутить на себе, да, как наше сознание немножко поднимается над временем, пространством, какими-то материальными законами. Все, что нас беспокоило, мучило, все это как бы отстраняется от нас. Замечали же, да? Это есть сила, могущество чистого преданного служения. И здесь Шул Прохпада приводит текст, да, 2.40 из Багладхиты, нехапи прама на шастей, как там, тратова яйна видяты, свахапи аси дармася, трайка махато бая. И в комментарии к этому стиху, самая первая строчка в Багладхите, Шул Прохпада начинает с того, что он говорит, деятельность, направленная на удовлетворение Кришны, а не на удовлетворение собственных чувств является высшей деятельностью. То есть под преданным служением, да, трансцендентно, могущественной деятельностью подразумевается деятельность, в котором отсутствует корысть, условия отсутствуют. Тогда даже мгновение, потраченное на такую деятельность, оно спасает нас в минуту, самую опасную минуту. Трайка махато бая в момент смерти, как говорится. Смерть уже не подвластна над таким человеком. Поэтому мы с вами пытаемся, слушая чистых преданных, слушая об играх Господа, которые полностью отражают взаимоотношения безусловного, бескорыстного мира, мир, где царит безусловная любовь. когда мы слушаем об этих играх Господа со своими преданными, в нашем сознании или наше сознание вдохновляется, вдохновляется, ну как бы, идти по этому пути. Мы начинаем свой поиск, правильный поиск, да, верховной личности Бога. И дорога к этой цели всегда лежит через бескорыстие. Чистота бескорыстия, безусловность, является проводником, который связывает нас с миром бескорыстия, связывает, дает нам живое ощущение присутствия Бога. И в этом направлении даются все наставления наших очарев, чтобы мы в какой-то момент поняли, если я хочу достичь цели, да, прямо по Марха Махам, любви к Богу, да, пробудить в своем сердце, я должен захотеть, захотеть обрести чистое, бескорыстное, безусловное сердце. Пока я корыстный, но я должен захотеть, захотеть стать чистым бескорыстного. Это и есть поиск своего источника, потому что к своему источнику мы не можем попасть, сохраняя своим сознанием материальную корысть, ища счастье материальной реальности. Вот, то, что я хотел сказать. Теперь вопросы, да, или как? Кто-то добавит, кто-то хочет. если у вас есть вопросы, можете поднять руку, задать. кто-то, или? Спасибо большое за красную декцию, за распределение темы. Очень приятно видеть его строительство. И как бы раскрываю еще одну тему. У меня вот вопрос как раз в тему тройки. Я читанчанчика в свое время спрашивал, как Господь проявляется в разных ипостасях, по-разному приходит на Землю, как нам понять, как с Ним установить личностные отношения, когда мы его знаем абсолютно по-разному, как Нарасимхадево, как Кришну, как Кавинду. И вот сейчас я смотрю на алтарь, да, и вижу вот Цухатру, Вавадево, Кришну. Вот как правильно понять, вот своим опытом, поделитесь, пожалуйста, вот где это одна личность, а где это разная личность? Как строить отношения с Ним, Вавадево? Я начну. Я был в Майяпуре. Он сказал Мадаму. Прохладинан Махарашила. Прохладинан Махарашила, Прохладинан Махарашила, вы знаете, да? Он, по-моему, министр здравоохранения. С ком? Юй Ибайрагиашил. 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 Самин Сашин. И вот он интересную историю рассказывал, поскольку Шилу Нинанджи Махараш приглашал его на обед, и он приходил, и после обеда мы беседовали, и Прохладинан Махараш рассказывал различные истории в начале сознания Кришны, как он начинал. Мы даже записывали ее некоторые. Вопросы задавал, и он отвечал. И вот интересную историю рассказал, как раз-таки, про Господа Джаганав, Вавадев Сабадра. Там точно был один из Вайшнавов, по-моему, Бориджан, в каком-то городе, сейчас не помню. Вот Прохладинан Махараш присоединился. Через какое-то время его попросили служить. Вот он служил, поклонялся какое-то время. И однажды, так же, как вы и спросили, у него спасили. А какой-то преданный, который присоединился, Бахтарь, позже его, молодой, и, к своему удивлению, он говорит, я не знаю. Но так, конечно, нам сказали, вот поклоняться, вот поклоняемся. Теперь надо. А что я должен сказать тебе? Я не знаю. Это как в том анекдоте. У человека спрашивают, «Ты знаешь, что значит на английском «I don't know»?» Я не знаю. Правильно. Это и значит. Вопрос был в том, как понять свои взаимоотношения. Так много разных форм, и глаза разбегаются. С кем же заводить отношения? И, как правило, Шрила Пропада очень часто на эту тему говорил. Очень оптимистично. И он говорил, что просто продолжайте слушать о Кришне, и постепенно звуки Святого имени, звуки описаний, деяний Кришны, из Багаватом, его настроение из Багавагита, проявят в нашем сердце ту вечную форму, о которой мы вечно связаны. Потому что, вот вы сказали, что их так много, но на самом деле мы не знаем, сколько их много. Бхагава там говорится, что форм Господа столько же, сколько волн в реке или в океане. Сколько их там в реке или в океане волн? Сколько? Это непонятно сколько. Они постоянно возникают. Одни гасятся, другие возникают. И можно сказать, нет числа. Это точно так же Бхагава там описывает лишь некоторые основные формы, которые приходят сюда с определенными миссиями. И ради определенных преданных. И по мере продвижения по этому перечню аватар, начиная с Матси-аватары, Курмы, Варахи и так далее, число преданных, ради которых они приходят, увеличивается. Вначале они приходят ради одного преданного или двух, потом ради трех, четырех, пяти. Господь Кришна приходит ради, сколько говорят, 108? Нет, больше, гораздо там. У него телят уже, одних телят у него, а самки — это несчетное количество, не говоря уже о других спутниках и спутницах. А когда приходит Господь Читань, Он приходит ради всех живых существ во Вселенной одновременно. И Шрива Пропады говорил, что та изначальная форма, с которой, да, еще более того, у каждой из этих форм, с каждым из его преданных, неуникальные, неповторимые отношения. Это означает, что на одного и того же Кришну его преданные, разные преданные смотрят совершенно по-разному, и нет двух похожих к Кришну. Мы слово Кришна как-то в множественном числе не употребляем, но Пропаду употреблял. В комментарии на Бхаджан Бхажаху Реймана, как раз он говорит, в аудио записи он говорит, есть много-много разных Кришин. Нас волнует конкретно Кришна. Кришна, который сын Нанда Махаража и сын Деваки, он так же сказал. Деваки или Нанда Махаража Лишот. И объясняется, что каждый из преданных смотрит на Кришну по-разному, в зависимости от вестных взаимоотношений, которые у каждого из преданных уникальны и неповторимы. Но вот эта вот уникальность и неповторимость проявляется сама собой постепенно. Не на интеллектуальном уровне, а из чистого сердца, высвечиваемое звуками святого имени или звуками голоса чистого преданного и описаниями Бхагавата. И Бхагаватам об этом говорится следующими словами. Бхакти-йога Парибавита Хрид Сароджа Асе Шрутэкшита Падха Нану Нартха Пумсам Ям-Ям Диоса Уругая Вибаваяти Татат Вапур Пранайсе Садану Грагая В этом стихе Господь Брама говорит, что если преданный посвящает свою жизнь, Парибавита Хрид Сароджа, Бхакти-йога Парибавита, когда сердце его или ее пропитано, или со всех сторон очищено, Парибавита. Буквально Парибавита означает, она пропитана преданным служением. Хрид Сароджа, она начинает распускаться, как цветок лотоса в этом стихе говорит Сароджа. Асе Шрутэкшита Падха И тогда Господь восседает на лотосе этого сердца, приглашенный туда, очень красивая политическая метафора приводится в этом стихе, Шрутэкшита Падха, приглашенный по такой красной ковровой дорожке с ушами о нем, преданно начинает видеть его ушами, и эти уши, через которые он видит Кришну. У нас есть что-то общее с летучими мышами. Летучие мыши тоже слышат ушами, издают звуки, потом слышат отраженные звуки и летят, ориентируясь очень быстро. Также и мы. Мы слышим звуки чистых преданных, ориентируясь на них, летим туда, Кришна. И вот приглашенный в сердце по пути Падха означает путь, путь слушания его ушами. Так очень красиво говорится. Он приходит и садится. Асэ означает «восседай». И как он там «восседай»? Говорится «ядяд дейо сауругая вебаваянти». Он находится в сердце в той самой форме «ядяд дейя», в которой преданный лелеет его или жаждет его видеть. Тат-тат вопу. В той самой форме. Садану-грахая означает он являющийся, можно перевести это слово, как являющийся милостью преданных. Кришна его называет милостью преданных. Он – милость преданных. Приходит по милости преданных в форме общества преданных и к преданным, которые становятся преданными по милости преданных. Вот так. И тогда Кришна сам в той самой форме, в которой мы вечно его улелеем увидеть, там оказывается. Причем это может быть любая форма. Не нужно думать, что мы можем как-то испортить себе отношения с Кришной, если с кем-то не тем пообщаемся, и у нас не та форма заскочит туда, и потом я тут уже не изгонишь никак из сердца. Преданные иногда попадают в такую иллюзию. Хорошая форма медитации, конечно, она немножко выходит за рамки полезного для духовной жизни, когда они, я знаю, конкретных преданных, которые, приходя в дурииский храм, где Капал Кришна Махарадж, поклонялся Божествам и занимал других поклонений, потому что там будет главный храм в Истовской Аллах. Там три алтаря. Шиши Рада, Парта Сарат, Хилолита Вишака, Горни Тай и Ситарам Лакшун Хануман. Я знаю преданных, которые туда подходили, они кланились к Горни Тай, кланились Рада Парта Сарат, как Рама Чандри не подходили на всякий случай, вдруг заскочит и окажешься Рамбактой помимо своего желания. Не так, дорогие преданных. Эти формы сами собой проявляются и потом, даже если сам Господь или его чистые преданные будут уговаривать нас поменять свою Ваву на более возвышенную, мы не согласились. Пример там Уану Пама, который братом Рупы Санатаны Госвами, старшим братом Ювалупы, его звали еще. Умурам Абактой. Его с одной стороны Санатаны Госвами убеждал Сиданты наш Самбанда Ачария, а с другой стороны наш Абидея Ачария, Рупа Госвами, который описывает расы преданного служения, его вдохновлял. И он не вдохновился. Он поверил им, как это старший, его не старшие были братья, и младшие, но тем не менее, он им поверил. Он сказал, да, я согласен, Кришна высшая форма, я пойду попробую. На утро он сказал, извините, мне легче остаться жизнью, чем перестать думать о Господе Рамачанде. Когда Господь Читании об этом рассказали, он был очень доволен, говорит, вот настоящий преданный. И точно так же в числе преданных Господь Читании были самые разные бакты с равными разными расами. Казалось бы, вот Господь Читании всем должен одно и то же давать, а доступ к расу Алилу или Манджаре Бау нет. У него были преданные, которые находились в родительских отношениях с Кришной, в нейтральных отношениях, в дружеских отношениях, в отношениях слуги и в отношениях Мадгуритах. И все они умещаются в Сан-Киртана расе. Вот Сан-Киртана Яги в воспевании своих имен проявят те вечные отношения с Кришной в сердце каждого из нас. Нам не нужно будет думать и выбирать. Поэтому такое беспокойство это хорошая вещь. Нужно ей просто отвести правильное место, чтобы это беспокойство вкладывалось в желание слушать и говорить о Кришне. Без особой разборчивости пока. А потом Иван Врата Сваприяна Макиртия Джатан Урагах Друта Читта Учхайра Когда сознание полностью расплавляется. Да, Иван Махараш часто цитирует стих, очень нравится мне этот стих, в котором третья песня Багава там говорится, как сознание предну, как река течет, как я, но также его сознание течет к слушанию, к успеванию. Там говорится, такой предан начинает слушать уже, залипать на те имена и формы Господа с вечными, вечных отношениями, с которыми он состоит. Выбирая его и видя его и слыша его даже там, где его как бы и нет в помине. Он будет проявляться сам через любые звуки, любые описания. И это совершенство жизни. Поэтому вот к этому Крупа нас так очень целомудренно ведет, не потакая нашим интересу, беспокойству прежде времени выбрать что-то для себя, но поддерживая само стремление. Оно очень ценно. поэтому просто храните его Илья и оно обязательно вас приведет туда, куда нужно. Олег Крештал. Вопрос. Вы говорили о чистых древнах, которые проявляют в этом мире эту вибрацию духовной реальности. И это проявляется также в форме Шамад Бхагавата, слушания о деянии Господа по силам и мечтали. И теперь вот к вопросу проявляется конкретное личное отношение через воспитанцев имен Господа. Так получается, через анкету Харе Кришна. Сейчас преданные обсуждают много темы варна, подварна. Вот у нас на самом деле наставников в городе тоже много этому уделяется внимания, что наставникам важно понимать. Варна, подварна подопечна. Мне интересно, насколько актуальны это преданным, которые не являются наставниками, которые не берут ответственность ни в чем за другого. Насколько актуально каждому в отдельности понимать свою варну в варну. Это очень много обсуждается просто сейчас. Скорите свое мнение по этому поводу. По поводу вообще вроде все понятно, но варну мы говорим не актуально, но тем не менее они обсуждаются. Новые вопросы появляются, движение растет, углубляется, ширится. Общение только по варнам, да, благоприятное? Ну, мне кажется, это просто фантазия чья-то хорошая. Вайшлав, он вне варны, преданный. Преданный прежде всего мы пытаемся отождествить себя слугами Кришны. Мы напоминаем друг другу о том, что мы слуга, просто какая-то варна, ашран, да, мужчина, женщина. Если мы сейчас начнем сосредотачивать свое внимание на наших атрибутах внешних, материальных, то возникнут конфликты обязательно. Потому что материальный мир, он таков, он разделен, разобщен. И дух, он объединяет, духовная энергия объединяет. Под духовной энергией мы всегда подразумеваем настроение служения. Потому что служение, оно одухотворяет материи. Поэтому нужно популяризировать садху-сангу. Независимо, какой анаш, какая варна. Мы последователи шу-прохпада, шу-прохпада и садху-санга. И в нашей садху-санге в центре должно быть наставление чистого вайшнава чистых предных. Мы берем наставление чистых вайшнава и обсуждаем, как мы можем эти наставления применить в жизни. Как мы можем исполнить, выполнить наставление чистого вайшнава или помощника чистого вайшнава. Когда мы вся одухотворяемся, тогда нам становится для нас незначительно несерьезно изучать, какой варния. Шастра говорится, кальюгу, все как шудры. Почему все шудры в кальюгу? Потому что сознание сосредоточено на внешнем, на материальном. Сильное отождествление себя с телом. Мы и так уже отождествляемся с телом. И соответственно, если мы концентрируемся на садхусанге, пытаемся, садхусанга, качественная садхусанга означает, в этой санге мы напоминаем друг другу, что мы слуги, прежде всего. не просто информационно напоминаем, мы пытаемся вдохновить друг друга. И в качественной садхусанге я вдруг вспоминаю, оказывается, я слуга, забыл, что я слуга. Я-то уже думал, что я кшатрия, и мне нужно с кшатриями общаться, а кто брахман? Брахман с брахмана. С этого началась деградация ведическая культура. Когда все начали, ну как, давайте рассчитаемся, да, брахман, кшатри, и так далее. Не, мы слуги, прежде всего. И на это надо акцент делать. И когда наше сознание одухотворяется, тогда приходит понимание. Какое понимание приходит? Не понимание того, что я кшатри, на сколько процентов я кшатри, на сколько кшутрию. Есть такое тоже, я слышал. Там даже уже появились специалисты, они как-то вычитают, сколько процентов у тебя того-другого. И в этом случае нам это уже будет неинтересно. Но к нам придет понимание, как свою природу конкретную я мог бы занимать служение в Кришне. Если непонятно, мы вопрошаем усадку преданных. Как вы думаете, что наиболее будет благоприятным для меня? Какая деятельность? Подскажите мне. Мы просим святое имя тоже Кришны. Кришна тоже может нам изнутри открыть. Супрахпада он все упрощал. Он не усложнял. Он взял эту очень сложную слишком пеструю ведическую культуру, ведическое писание. И он очень просто нам бхактику подает. И нам тоже надо учиться. Нам не нужно усложнять. как Шаупрахпада говорит вот так и нужно пытаться понять наставление Шаупрахпада без вот этих приправ добавления. Пытаемся немножко расширить Шаупрахпада. Не все дал Шаупрахпада. Забыл про барный акцент сделать. А так преданные мы естественно находим. Если человек занимается бизнесом, он будет общаться с бизнесменом. это понятно. Художник с художником, танцоры с танцорами, музыканты с музыкантами. Для этого не надо семинары проводить. Естественно. Единственное, если мы забудем, что мы слуги, тогда все пойдет не в пользу. Будем общаться прям поварным и деградируем. Поэтому нужно акценты правильно ставить. Ну как-то так. Немножко жестковато, Попроси, чтобы он добавил. Пожалуйста, прочитать. Спасибо, Дайван Махараш. Парупад смеялся все время, когда ему говорили про уроки полового воспитания в школе. Как-то что-то воспитывают. Они так сами с собой это все делают. Что ли с вами? Такое естество. Дайван Махараш сказал, что очень важно нам по Шири Парупаде строить свое отношение ко всем таким фундаментальным вопросам, в том числе вопросу Варна. Я хотел предсказать, если можно, просто то, что Парупада говорит, несколько выдержек, очень коротких. Это были не просто какие-то случайные лекции и отключенные темы, а это были беседы с Широй Парупадой на тему Варнаши, о том, как Варнаши восстанавливать, потому что Парупаду все время можно восстанавливать Варнаши. Предназначено, накопилось много идей на этот счет. Они к нему пришли с этими идеями в 1974 году в марте 1974 года во Врендаване и эти вопросы задавали. Хридананда Махараш задавал вопросы, другие лидеры. И вот Парупады буквально несколько выдержек. Их все нужно читать на самом деле. И Парупада отвечает на них. Хридананда Махараш говорит, а нужно ли предных определять официально по определенным варнам? Парупады говорит, нет, предные это предные. Предные выше даже Брама, Кшатри, Ващи, Шудри. Но ради того, чтобы материальные делами заниматься, ради менеджмента иногда нужно заниматься в соответствии с какими-то предрасположениями, предрасположениями в стиле. Я очень эпизодически разрозненно возьму эти статы, которые я здесь подчеркну. Парупада говорит, Ващнаф это тот, кто готов делать все, что будет для Кришны. Это Ващнаф. И даже если мы говорим о Ващнафе в контексте варнашана, мы не принадлежим ни одной из варнам. Как Кришна. Кришна говорит, моя Ашриштам, я создал систему варнашана, но Кришна к ней не относится никаким боком. Точно так же мы действуем в рамках варнашана, но не имеем с ней ничего общего. Шелупад дальше говорит, варнашана всегда трансцендентен, но ради того, чтобы заниматься правильным менеджментом в материальном мире, ему иногда приходится вести себя как браман, как шатрии и так далее. Это требуется. Как например, ради проповеди я должен быть в храм пол в храме. Но это не означает, что если я саньяси, я проповедую, то я лучше, чем тот, кто моет храм пол в храме. Нет. Положение вайшнава остается тем же самым. В первом и во втором случае. Кто-то ради того, чтобы поддерживать порядок в нашем обществе, должен мыть пол, кто-то должен строить, кто-то проповедовать. Вот так должно быть, а не то, что я принес анясу, поэтому я не больше, чем заниматься. Нет. Это означает, что мы, если требуется, можем действовать и как шакри, как шудры, неважно. Вайшнав сходит до положения шудры или брамана, чтобы заниматься этим действием. Но они становятся шудры. Он вайшнав. Пытайтесь понять, так же, как на сцене. Кто-то играет в спектакле царя, царицу, но они не становятся ни царем, ни царицей. Это игра. Так же вайшнав. И последнее что я прочитаю, Феданда спрашивает пропады. Шимпады, у нас храмов так много преданных. Нужно ли преданных не заканчивать, пропад не дает запомнить? Он говорит, их нужно занимать. Нужно ли их занимать в конкретной пропадке? Да. Те, кто не могут проповедовать или что-то еще делать, они должны заниматься какими-то физическими видами служения. Например, на сельскохозяйственных общениях. Те, кто не могут проповедовать? Да. Те, кто менее образованы, те, кто не очень искусны в проповеде, они должны действовать как шатри, львайш или шудры. Иногда пропады говорят, но не подчеркивается, но он не шудра, всегда это помни, всегда это помни. Он просто заполняет роль, которую нужно заполнить. Он просто, как это называется, временно исполняющий обязанности. И так далее. Здесь очень много, на самом деле, все можно читать здесь. Пропада приводит свой пример. Я могу научить вас, как поломать все прекрасно. И могу, вы не начали, что я становлюсь поломойкой. Так же начну. Поэтому, да, варна нужно знать. Нужно знать. Кришна варна. тиша, крошна, сангапан, гастр, паршина. Но, при этом, нужно здесь сделать оговорку важную, потому что без этой оговорки представление, наставление, что вы падаете будет неполным. Он говорил, что если варна, не следует принципам, если он не следует принципам, особенно тем принципам, которые он дал во время инициации, то ему еще рано называться в полноценном смысле слова варнашин. И для него варнашин, чтобы он, следуя варнашин, почистил свой ход настолько, чтобы смог следовать регулирующим принципам предного служения. Но он дальше сказал, что даже Каниш-Схатикари выше, чем самый высокий Браман, который является предновидческой культурой. Вот так они сопоставляют свою жизнь. А так, да, важная вещь. Важная. Барья Крюшна. Еще 10 минут. Еще 10 минут. У нас есть один вопрос. Спасибо. Али Крюшна, спасибо за то, что делитесь реализацией и знаниями. Скажите, пожалуйста, что дает совместное распевание и как Киртам помогает развивать отношения с преданным? Кто? Вот это все. Индивидуальное джапа и совместное кирто. Совместное кирто. Совместное кирто. Как помогает совместное кирто развивать отношения с преданным? Ну и что он дает? Уже был аспект обозначен, что помогает развить отношения к своему слову, да? С Божествами отношения развивать. А еще что? Читаем про уже давно как самый основной метод. Понятно. Хотелось, что он дает? Может быть, добавить я начну? Наша цель в соответствии с движением с анкетаной, с чичитанием Габраву, это когда мы все вместе собираемся и в таком вот в одном порыве, в таком духовном единстве мы прославляем Господа. Как это в чичитании Магаправу проводил с анкетаной ягью совместное воспевание. Мы знаем из чичитания Чаритана и из чичитания Бхагават. Там происходили удивительные вещи. Также Шлопрапада часто говорит, наши учителя говорят, когда мы совместно воспеваем, по крайней мере в это время мы забываем о многих вещах, связанных с нашим обусловленным существованием. То есть тут же принимаясь, забываем, тут же мы можем посмотреть на преданного. И вот чтобы в одном порыве представлять Господа, это очень могучный процесс. Мы должны очень серьезно относиться к индивидуальной джапе. Индивидуальная джапа, чтобы индивидуальная джапа была качественной, как Шалкруппада хотел, минимум 16 кругов, раннее утреннее время, рамаму хурту. Мы должны обязательно, регулярно слушать Шанат-Бхагават. Вот такая вот связка. А Шанат-Бхагавата мы и слушаем, как мы и сегодня делаем в обществе преданных. Потому что Святое Имя это Сам Кришна, Который пришел, как об этом говорится Чайфан-Чаритан, ведь Кали-Кали-Радхама, Кришна-Нама-Санкт-Киртана. И также Кришна приходит в форме сопровождения. Потому что когда Кришна приходит, Он всегда сопровождаем внутренней энергией, Сурупа-Шакти. И вот Наша Ачаря объясняет, что Сурупа-Шакти Святого Имени или Намы является Бхагаватом. Потому что Бхагаватом раскрывает Наму, как сегодня тоже в комментариях читали, энергии Кришны, Шавадру Пада говорит, имя, форма, качество и деяния Господа есть в Святом Имени. И вот Шамат-Бхагаватом раскрывает, хотя Святое Имя уже там есть в разъепированной форме. И слушаем Шамат-Бхагаватом Бух Штабарична Чистого, Изус Чистого. При этом раскрывает Святое Имя. Раскрывает, соответственно, Святое Имя раскрываем свою идентичность духовную, свою форму. Ну вот я то, что хотел сказать, то, что могу сказать. Дальше может, что добавить? Харе Кришна. Ну, вся общество наше построено вокруг служения Святого Имени. Оно началось с этого, да, Господь Читания. Пришел, принес особый вид Святого Имени, Святое Имя, в котором заложены все сокровища, да, духовного мира. Это особая аватара Господа. Как вопрос глупо, есть ли много Богов, да, разные Боги, это один Господь, но Господь, который принимает различные роли, как актер профессиональный, у него может быть много ролей разных, но при этом он остается той же самой личностью. Своим Богован, Кришна, это один Господь. У него есть различные аватары разной роли, да, он остается одним. Но Господь, который является самым милостивым, когда Кришна становится более милостивым, чем Кришна, да, своим Богован, он принимает форму Господа читания. Господь читания, он собирает все сокровища всего духовного мира, вообще все из окромов выгребает и приносит сюда. И он все эти сокровища вплетает в святое имя. И Шутха Намма, который принес Господь читания, это святое имя, в котором вся Бхактираса все там есть. И соответственно мы служа святое имя получаем доступ, когда мы удовлетворяем святое имя. Святое имя открывает доступ в эти духовные сокровища, позволяет нам вспомнить свои любовные отношения с Господом. Легко. Единственное условие бескорыстие, безусловность. И вот мы каким образом можем служить святое имя? Мы можем служить святое имя, распространяя его обусловленным душам. А уже святое имя пробуждает в их сердцах интерес духовной жизни. Не мы с вами, мы проводники, мы даже мы не проводники, мы должны стать носителем этой культуры, да? Мы должны сами следовать, учиться этому безусловности, бескорыстию. но святое имя меняет их сердце. То же самое, когда преданные мы собираемся вместе, воспеваем, прославляем святое имя. Святое имя сближает нас. Мы сами не можем сблизиться искусственно друг к другу. Мы можем, ну как, сыграть, мы играть можем роли сближения, да? С некоторыми сложнее сближаться, с другими легче, с теми, с кем мы пережили, ну как бы, впечатления какие-то приятные, да? Или ну как, детские впечатления, да? Дружеские какие-то. Они нас как-то сближают, да? Но не на глубинном уровне. Но когда мы вместе прославляем святое имя, когда мы служим святое имя, в Большом Киртане, да? Британгисты, каратагисты, танцуем. Все это для того, чтобы, ну как, призвать милость святое имя. Мы хотим удовлетворить святое имя. Для этого мы собираемся. Потому что есть разные виды святое имя. Это одно святое имя, но когда мы распространяем, там другое настроение, другой нектар, да? Когда мы с преданными собираемся и пытаемся прославить святое имя, то мы переживаем одинаковые, похожие, схожие, трансцендентные духовные ощущения. И эти ощущения кроме преданных никто не может почувствовать. То есть у них нету доступа к этой реальности. Поэтому преданных для нас ближе. Если мы где-то там на улице, в аэропорту где-нибудь преданного видим, сразу у нас наш. Потому что никто не может понять нас, кроме преданных. Только преданные переживают подобные духовные ощущения. И вот это совместное переживание этого вкуса сладости святого имени сближает нас. На глубинном уровне, не на уровне чувств, совместно поспекулировали о чем-то и сблизились. Похожие этнос и ближе друг к другу. Нет, это все иллюзия. И святое имя на глубинном уровне, на духовном уровне напоминает нам о родстве духовном. И таким образом святое имя нас сближает. Поэтому здесь только святое имя может сблизить нас по-настоящему. Поэтому преданные собираются с Анхиртоном и мы прославляем святое имя. И вдохновившись, почувствует этот вкус, мы думаем, нужно других тоже в этот киртон пригласить. И мы теперь святое имя распространяем. Харик, спасибо всем огромное. хорошее имя. Спасибо. Спасибо.